Всем привет! С вами RedHard и сегодня мы продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ Stendelon. Сегодня у нас с вами очередная серия проверки интересующих вас и меня сведений по данной игре. Конкретно эту серию мы хотим посвятить шлемам. Не знаю точно, но скорее всего получится несколько серий. Первая серия будет посвящена шлемам и урону, который наносит по ним оружие ближнего боя, а вторая серия будет посвящена шлемам и урону, который наносит по ним уже огнестрельное оружие. Но это, конечно, в зависимости от того, какой временной диапазон займут наши ролики. Если они будут сильно короткие, то, может быть, мы все уложим в один. Так, мы будем с вами сегодня тестировать следующие шлема. Такие, как каска пожарника. Сейчас я возьму их в руки рюкзак. Так, каска пожарника. Что у нас еще есть? Шлем горка. Рыцарский шлем. Очень даже интересно будет, какой урон будет носиться по нему. Ну, мотоциклетный шлем, который сейчас надет на мне. Также будем тестировать шлем скейтбордиста. К сожалению, шлем мы нашли достать только в состоянии дэмэдж. Но я надеюсь, что это не сильно повлияет на результаты теста. Все остальные шлемы, которые мы смогли найти, были в состоянии пристины или ворн. Также мы нашли военную каску, шлем летчика, маску сварщика, ну и, конечно же, строительную каску. Вот. Так как первая часть нашего эксперимента будет посвящена оружию ближнего боя, то мы подумали, что стоит проверить то оружие, которое есть абсолютно у каждого игрока. Не только у человека, который только-только появился на берегу и начал свой долгий путь к выживанию. И у человека, который уже полностью экипирован в самую лучшую экипировку. У него есть фулл забитый инвентарь всякими ништяками. Вот. Мы, в общем, решили проверять кулаки. Да, мы с вами будем тестировать, за сколько ударов в голову человека вырубит, если на нем будет шлем. То есть мы будем стараться... Ну, то наши цели будет не то, что убить человека, потому что, мне кажется, когда на человека одет шлем кулаками в голову, его будет убить очень сложно. А просто, ну, в общем, посмотрим в итоге. Сначала мы, конечно, проверим просто по пустому, незащищенному человеческому телу, сколько ударов надо нанести, чтобы человек вырубился, а потом уже будем колотить в каску и посмотрим, к какому эффекту это приведет. Понятно, что любое оружие, там, будь то кирка, топор или вилы, нанесет гораздо больше урон, поэтому смотрите сами уже там потом по результатам эксперимента мы будем тестировать кулаки. Так, ну и как вы, наверное, уже догадались, в одиночку я все это проверить не смогу, поэтому сегодня снова со мной мой хороший дуб Владимир, который где-то здесь, вот он, ползает. Здравствуй, Владимир. Всем привет. Владимир, молодец. Так, ну что ж, давайте приступать к нашим тестам. Приятного просмотра. Давайте приступать к нашим... Так, ну что ж, первый наш тест я предлагаю посветить непокрытой Вовкиной голове и моим кулакам. То есть мы сейчас попробуем проследить, за сколько ударов в голову человека просто вырубит, когда он потеряет сознание. Да, короче, результат превзошел некоторые наши ожидания. Сейчас я Вовку подниму, и мы уже будем проверять все это на каком-либо шлеме. Так, ну как вы заметили, что если бить кулаками в лицо, человек по непокрытой голове вырубает просто с одного удара. То есть вообще ничего, никакое оружие не надо. Подбегайте к человеку, если у него покрыта голова, и вырубайте его нахер, забирайте весь лут и убегайте. Так, теперь давайте будем проверять шлема. Бить мы будем, наверное, в области, которые закрывают наибольше всего. То есть, например, строительная каска, у нее лицо открыто. Бить мы будем, наверное, в каску все-таки. Я не знаю, можем проверить попозже, даже влияет место удара или нет. Вот, давайте мы начнем, наверное, с мотоциклетного шлема. Посмотрим, насколько он хорошо защитил. Я все-таки надеюсь, что моего друга будет вырубать, а не убивать насмерть. Ну что ж, давайте приступим. Да, что-то, кстати, это... Либо мой персонаж был в прошлом Мухаммед Али, Либо кулаки, это действительно такая штука. Вы смотрите, шлем-то, по-моему, заруинился. Сейчас мы ловку поднимем. Вован, живи. Так, скидывай на землю шлем. Да, руин. И бинтуйся. Руны, короче. Да, смотрите, получается, одним ударом кулака в голову мотоциклетный шлем пришел просто в негодность. Интересно, хоть какой-нибудь шлем вообще спасет от удара или нет? Давайте сейчас это выясним. Ну что ж, дальше мы, наверное, будем проверять строительную каску. Будем надеяться, что она продержится подольше, чем простой мотоциклетный шлем, а то как-то один удар это было вообще очень мало. Опусти голову. Бить будем в шлем. Нет, вы посмотрите. Я на заведении. После первого удара, кстати. Возможно, эта игра сыграла. После первого удара этот шлем строительный тоже пришел в негодность. Блин, я надеюсь, что хоть один-то шлем выдержит один удар. В гол, что-то какая-то непонятная фига. Фигня. Да, смотрите, каска тоже ж в руинт. Ладно, давайте протестируем следующую. Так, теперь давайте проверим шлем летчика. И... Смотрите, кнопка не теряет сознание. Аж четыре удара потребовало нам, чтобы вырубить вован. Но шлем, как вы смогли заметить, после первого же удара превратился в руинт. Знаете, у меня такое чувство, как будто все шлема выдерживают просто тупо один удар. То есть... Один выстрел из пистолета, что ли, или из оружия из какого-то. Просто защищает голову от одного попадания. Но если они защищают от одного удара кулаками, то это как-то вообще, если честно, не очень умно. Скинь, пожалуйста, шлем Вол. Да, и этот шлем руинт. Это интересное наблюдение. Итак, настало время проверить шлем пожарника. Владимир даже для такого события, смотрите, нарядился в полный сет пожарника. У него есть топор, куртка, шлем, штаны. И, по-моему, даже у него пожарник. Кроссовки только не пожарника. Но, да ладно. Это уже чисто его выбор. Ладно, давайте проверим очередной шлем на прочность. Нет, смотрите-ка. Короче, все шлема руинятся просто с одного удара. К сожалению, Владимир не выдержал всех наших испытаний. Будем надеяться, что он не сильно на нас обидится. Ладно, давайте сейчас будем проверять следующий шлем. Так, ну что ж, вот очередной шлем, который мы будем с вами проверять. К сожалению, у него состояние дэмэдж, но я надеюсь, что сильно это на результаты нашего эксперимента не повлияет. Представляете, вот, ну, не попалось нам такого скейтбордистского шлема просто в состоянии прийти на ливорную. Просто вот не повезло. Как-то Вова грустно опустил голову. Наверное, он ожидает того, что сейчас будет. Ну что, Ван, давай проверим этот шлем на прочность. Поехали. Ну, да, смотрите. Тоже шлем сразу же заруинился. Хоть он и был дэмэдж. Вова, живи. Так, отлично. Скинь шлем, посмотрим. Что, смотрите, руина, она есть руина. Да, смотрите-ка, шлем просто заруинился в кашу. Так, ну что ж, настало время проверить маску сварщика. По идее, она должна защищать. Ну, мне почему-то кажется, что она также выдержит один удар. И потом уже мы будем бить чисто по Овкиной голове. Нет, подними голову. Будем бить по маске. Да, что-то это. Смотрите, получается, в каких-то масках... К сожалению, да, Владимир у нас опять почему-то погиб. Придется нам опять где-то сейчас с ним словиться. Вот, но смотрите, какие-то маски позволяют после того, как они заруинились, выдержать еще два или три удара. Какие-то маски вырубаются сразу после следующего удара. То есть вот до этого мы проверяли своими масками. Один удар, ломалась маска. Второй удар, человек падал без сознания. А какие-то маски у нас выдерживали до трех до четырех ударов. Это-то интересно. Может быть, стоит это проверить еще раз. Я не знаю. У нас еще осталось буквально три шлема. Это горка, рыцарский шлем и военная каска. Будем надеяться, что хотя бы вот эти вот военные и железная каска защищают более как-то сильно, что ли, чем прочие. Не знаю, сейчас мы с Вовой встретимся и все это проверим. Так, ну что ж, у нас осталось всего лишь три шлема. Это военный шлем, рыцарский шлем и шлем-горка, который сейчас одет на моем друге. И интересно, смогут ли они выдержать больше, чем один удар? Все-таки эти уже шлема идут военные, такие боевые, как бы они должны останавливать пулю. А вот этот шлем, в принципе, должен останавливать удар меча. Поэтому они все-таки должны быть попрочнее. Давайте мы все-таки проверим, раз уж они могут остановить пулю, остановят ли они наши кулаки. Так, Владимир, замри, а то я боюсь промахнуться. Так, этот шлем... Заруинился со второго, только со второго удара. Он выдержал, да-да-да, он выдержал два удара. Все-таки это уже более сильный шлем. Смотрите-ка, шлем-горка выдерживает два удара. Блин, для красоты бы еще, конечно, был бы у нас визор, мы проверили бы с визором, но я думаю, что он прочности шлему не прибавляет. Смотрите-ка, горка пока что лидирует. Странно, я вижу твой инвентарь. Вот. Подожди. Горка шлем лидирует, он смог выдержать аж целых два удара кулаками, прежде чем заруинился. Из третьего удара мы уже смогли вырубить Владимира. Давайте сейчас дальше проверим, наверное, рыцарский шлем, а потом уже просто военную каску. Посмотрим, что из них окажется прочнее. Но пока что, пока что горка лидирует. Так, ну что ж, настало время для шлема рыцаря, который, смотрите, сделан прямо из таких стальных пластин, заклепками собранный. Выглядит очень-очень сильно, очень массивный такой. Я думаю, он все-таки должен защищать, как минимум, как горка. Хотя бы один удар он должен выдержать. Я даже не знаю, кстати, как выглядит заруиненный рыцарский шлем. Под ними лицо будем бить прям в забрало. Так, какое состояние у шлема? Такое же. Престин. А сейчас? Вот сейчас изменилось. А теперь заруинился. То есть тоже выдержал? Да, я, возможно, голову просто задрал вверх. Поэтому ты попал в борду, а не в шлем. Понятно. То есть все-таки шлем рыцарский тоже, получается, защищает нас, как и горка, от двух ударов кулака. Смотрите-ка, у нас лидеры есть. Осталось проверить только вот эту военную каску, и уже будут ясны итоги наших с вами тестов. Так, ну что ж, и это, короче, у нас остается последняя каска. Как вы видите, у меня больше касок нету. Это последняя каска, которую мы сегодня будем с вами проверять. Это просто обычная армейская каска. Какого она, Владимир, материала сделана? Из металла? Да, скорее всего. Скорее всего. Ладно, наклоняй голову, будем мы сейчас тебя колотить по этой каске. Посмотрим, сколько ударов с наших кулаков она выдержит. Давай, наклонись, чтобы мы били прямо в шлем. И приступаем. Какое она состояние стала? Она стала состояние дамаж. Дэмэдж. Ну-ка. А сейчас? Теперь бедли дэмэдж. А сейчас она стала руин, да? Руин. А теперь я сдох. А теперь Владимир сдох. Так, ну что ж. Сейчас мы подведем итоги всем нашим с вами тестам. Так, ребятки. Для полноты эксперимента мы решили провести еще кое-какие тесты. Конкретно сейчас мы хотим проверить. Вот, например, смотрите. Строительная каска, она закрывает верхнюю часть головы. Не смотри на меня так. Вот. А лицо у персонажа остается открытым. Вот, мы хотим проверить. Если бить персонажа, например, не в каску, а в лицо, так же заруинится сначала каска или наш товарищ потеряет сознание. Давайте, наверное, мы сейчас все это с вами проверим. Подними голову, что... Нет, все-таки опусти пониже, а то я боюсь промахнуться. И... Стоп, каска починилась, походу. Ну-ка. Она стала ворн. Ха-ха, вот прикол. Да ладно. Ну-ка, скинь. Ха-ха-ха-ха. Да ладно. Ребятки, хотите этот полезный, полезный, полезный скилл? Лайфхак. Лайфхак, да. Если вы хотите починить каску, и у вас есть товарищ, то, пожалуйста. Она же была в состоянии дэмэдж, да? Да. По ней видно, она была красная. Да, она была коцаная, а после удара по лицу она стала ворн. Одевай дальше, сейчас будем ее впрестим делать. Да, давай. Давай, поднимай голову. Стоп. Нет, ворн. О! Сейчас какая она стала? Badly damage. Так, ну-ка, подними голову. Попробую еще раз починить. Нет. Сейчас меня надо чинить. Сейчас мы тебя починим. Какая-то, вы видели, какая-то странная фигня произошла с этой каской? После того, как она была в состоянии дэмэдж, я ударил Владимира по лицу, и каска стала ворн. Я не знаю, баг это или нет, это стоит проверить. Ну и еще одна часть нашего эксперимента. Мы хотим проверить, защищает ли полностью разрушенная каска хотя бы от малейшего повреждения. То есть мы сейчас попробуем ударить нашего товарища по голове и посмотрим, вырубит ли она его с первого удара, или все-таки она защитит его хоть сколько-то. Давай, Владимир, наклоняйся, чтобы попасть точно в шлем. Замри на секундочку. Нет, заруиненная каска не помогает вообще нисколько. Так, мы нашли еще один строительный шлем в состоянии дэмэдж. Сейчас мы попробуем его починить. Ой, нет, это не то. Подними голову. Нет, кстати, а этот почему-то шлем сразу заруинился. Что это он делает? Я хотел сделать Владимиру компресс, а он почему-то начал что-то искать. Ладно, сейчас мы подведем еще кое-какие небольшие итоги и уже все окончательно вам расскажем. Так, ну что ж, ребятки, последний финальный тест. Нам повезло, мы смогли найти еще одну такую военную армейскую каску, которая выдержала больше всех ударов. Давайте сейчас для стопроцентной уверенности попробуем она в состоянии ворн. Посмотрим, сколько она выдержит ударов теперь. Так, Владимир, давай, подходи, подходи. Забри. Каска целая. Смотрите, каска целая. То есть мы бьем Владимира в голову, а каска остается целая. Но она непонятно почему-то, видите, после удара, как бы, задерживает. Такое ощущение, как будто он, получается, попадает в голову, но... Десять. Тринадцать ударов, и она стала дамаж. Дэмэдж. Мое чудо английский. О, у меня, вот это была вспышка, такая, кислотная. Понял? Тише, нет. Хоть раз такое видел? Сколько ты насчитал ударов? На четырнадцатый удар я оконфузил. На четырнадцатый удар, значит, ты оконфузил. Значит, на тринадцатый удар каска сломалась. И получается... Нет, она стала дэмэдж. На тринадцатый удар. Она не стала руин. На тринадцатый удар каска стала руин. На двенадцатый она стала дэмэдж, а на тринадцатый она стала руин. А на четырнадцатый удар ты потерял сознание. Ну, все может быть. Так, ну что ж, ребятки, вот такие вот итоги у нас получились. Самый прочный шлем, который защищает от кулаков, получается, это вот эта вот каска ССА-68. То есть обычная военная каска. Вы спросите, почему мы пересняли ее два раза? А все потому, что до этого мы снимали, когда я ударил около пяти раз каску, и ее состояние нисколько не изменилось. Я сначала подумал, что это либо какой-то баг, либо мы попадали по лицу персонажу, и поэтому я решил переснять. И в итоге получилось те самые три удара, после которых каска эта сломалась. Но сейчас мы нашли каску состояния ворн, и вы посмотрите, сколько она выдержала. Она выдержала больше десяти ударов, в то время как горка-шлем, железный шлем рыцарский ломались после двух ударов. То есть, представляете, эта каска выдержала больше десяти ударов, а те выдержали всего лишь два. А обычные шлема вообще ломались после одного удара. То есть, по сравнению с ними, эта каска просто пипец колоссально держит удар. К сожалению, мы сейчас уже не сможем проверить, я не думаю, что нам так повезет, что мы найдем еще одну каску, и что мы сможем проверить удар в лицо. То есть, ну, как она защищает от удара в лицо, если не бить прямо в каску, а в лицо. Может быть, как-нибудь в следующей серии мы вставим это. Но теперь, теперь получается самая прочная каска против ближнего боя, это вот эта вот. Запоминайте и носите ее. Потому что я, например, все время бегал с горкой. Мне она почему-то казалась самая такая защищенная. Вот после следующей проверки, следующая проверка будет также с шлемами, но уже с огнестрельным оружием. После вот этой проверки я уже, наверное, определюсь, каким шлемом я буду бегать точно. Сейчас, в ближнем бою, я буду носить вот именно вот этот шлем. Но не именно, конечно, этот заруинный, а новенький найду и буду таскать. И так меня не смогут кепки вырубать с одного удара, да и вообще кто угодно не сможет вырубить меня с одного удара. Ну что ж, вот такие вот результаты у нас получились. Спасибо, что вы были со мной. С вами был Редхар, и Владимир, он уже, к сожалению, ушел, поэтому он не сможет с вами попрощаться. Но я надеюсь, он исправится в следующих сериях. Спасибо еще раз, что вы были со мной. Приходите еще. Скоро увидимся. Пока.